Первым, к кому с поздравлениями приехали глава округа и фронтовая концертная бригада, стал Вениамин Петрович Андреев. Под окном ветерана устроили настоящий праздничный концерт с духовым оркестром и выступлением артистов. Началось мероприятие со слов главы муниципалитета. Спасибо вам огромное за то, что вы сделали. Дай бог вам долгих-долгих лет жизни, здоровья, чтобы все у вас было так, как вы этого по-настоящему заслуживаете. Вы настоящий пример для нас храбрости, патриотизма, силы духа. Спасибо вам огромное за все и низкий вам поклон. С праздником! В 1943 году после окончания училища Вениамин Андреев был направлен в 27-й отдельный полк связи 14-й армии Карельского фронта. Там он стал начальником радиостанции самолета-бомбардировщика, был награжден орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. Это молодое поколение, чтобы было всегда готово защищать честь и свободу нашего народа. Вот это главное. Если это будет, значит у нас будет порядка. День Победы Вениамин Петрович считает главным днем своей жизни. Вместе с фронтовиком, знакомый с детства песни, послушал глава муниципалитета Дмитрий Абаренов, после чего вручил ветерану подарки и пожелал крепкого здоровья. Также глава округа поздравил ветерана войны Бориса Харитоновича Канельского. Во время праздничного концерта тот сам решил исполнить свою любимую песню. Где же вы теперь, друзья, на полчане, боевые спутники мои? Фронтовик по сей день, несмотря на почтенный возраст, активно сотрудничает с Советом ветеранов округа и принимает участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи. Я хочу выразить благодарность и нашему центральному правительству, нашему президенту, и областному губернатору Воробьеву, и нашему районному руководству, которые не забывают нас ветеранов и всегда помнят о том, какую тяжелую войну перенес наш народ в 41-45-х годах. Сегодня людям, ковавшим великую победу, уже глубоко за 90. Но 9 мая они снова молоды душой и, забывая обо всех трудностях и болезнях, готовы встать и почтить память боевых товарищей, павших на полях сражений. Вместе с ними будем помнить и мы.